Музыка 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 Здравствуйте Тут уже наверное больше месяца Возможно даже два прошло с тех пор как я Записывал первый уровень из Легенды о звере И стало время второго все таки И дело не в том что он сложный А дело в том что Немножко все плохо С Счетчиком убийств Ничего страшного Я сейчас жду пока Скорпион зайдет за Эти вот колонны Он уже там Чтобы безопасно К нему подобраться и расстрелять С помощью дробовика Тем временем пока отстреливаем без головок Так Вполне успешно Так вот При выполнении При прохождении по одному По тому же маршруту выполняя Неха тех же действий Четчик убийств всегда разный И Не потому что там Какие то враги не исполнятся И еще что то Вроде бы По ощущениям Бои всегда по одному и тому же Сценарию проходят И Одно и то же количество Врагов появляется Но Почему то Счетчик всегда разный И Для этого уровня я решил Не париться И записать как есть Посмотрим что получится Тем не менее Здесь наш первый секрет Вон там мишень Мы по ней выстрелим И На дороге появятся Войприпасы для дробовика Неплохо Опять же я при прохождении Постараюсь Пройтись по Максимально возможным точкам Подождать все абсолютно спауны Потому что некоторые на таймере И это можно занять некоторое время Так что Да Приготовьтесь Советую взять что-то Попить, пожевать И так далее Так мы входим во второй двор Нас встречают несколько безголовых В разных местах Для начала зайдем вот в это строение Чтобы забрать бензобиллу И так Но перед этим Мы активируем еще один секрет Здесь вот такой вот есть решечек Нажав на который Мы Пиявим себе вот эти вот таблеточки И так Как вот эта штука работает Мы когда возьмем за бензобиллу Это комнату Усеется Кучи гнаров И в какой-то момент зайдет Зумбул Мы их всех будем пилить Зумбула в том числе Нужно смотреть За левым углом он там Вот он уже появился Заходим за колонны Дождем пока он подойдет к нам И просто пилим его Вместе со всеми остальными гнарами И чего сложного Так Удадим сигналы Спустились Далее мы выходим во двор Там уже Как вы слышите Появился Скорпион Еще скелет вот здесь Застрелим вот этого чувака Кого тоже Скорпион вот здесь наверху Мы просто зайдем вот сюда Расстреляем этих Ребят И безопасность с ними Скорпиона вот отсюда Ой Ну почти Далее зайдем в это строение Убить вот этих ребят Да, тут очень много маленьких приметов которые паунят пару-тройку врагов, так что будем стараться проходить по ним по всем. Заходим сюда, нам нужен ключ. И чтобы сразу было понятно, я играю через Serious SanFusion. Я также пробовал несколько раз проходить этот уровень в Serious MHD Second Encounter, для которого он вышел изначально как DLC, но там была ровно та же история. Так что значения не имеют конкретно в какой версии Serious MHD играть. Но я решил также записать на Fusion, потому что всяким привык. Так, в этом зале лежит ключ. Как только мы его возьмем, появится несколько фаеркрекеров и игнор. Ну и, разумеется, Скорпион снаружи. Мы выйдем здесь, потому что тут появится еще несколько ребят. То есть можно было спрыгнуть с балкона прямо во двор, но мы бы тогда рисковали их пропустить. Итак, теперь мы подходим, используя колонны как прикрытие. Остальные будем на получать. Замечательно. Итак, здесь опять же будет много безголовых. А также гнары, а зумбул. Если безголовых, так же будет к приказу. За зумбулом пока не охотимся. Его снаряды нам помогут избавиться от некоторых врагов. Он уже подходит близко. Ой-ой-ой. Ладно, ничего страшного. Так, за этим троением еще этот чувак. И нам надо также зайти вот сюда. Когда мы возьмем колбу, который лежит в центре, появится... А, нет. Равно. Они появились раньше. Видимо, это триггеры на времени. Активируется, когда заходишь в это строение. Не менее. Появляется парочка скелетов. И гнары. Просто заберем всех. Кто нет? Так, посмотрим никто ли. Мел тут. А то мало ли. Нет. Хороший ножик. Здесь также безголовая. Сразу видно, что это... Ээээ... Уровень из Сириуса Мальфа. Ну а здесь есть сергизы. Например, вот этот. От него мы хотим избавиться как можно скорее. Потому что... Этот двор заполонится гнарами. Парой скелетов. Или один. Да, один. Есть же бензопила. Наш лучший друг на некоторое время. Следующий двор содержит пару скорпионов. Второй мы разберемся также с помощью дробовика. Прикрываясь колоннами. Так, второй подошел. Туда и нарыли у всех остальных. Скорпионы это приоритет номер один. Отлично. Также скелеты появляются. Это причина, по которой я выбрал мне на правую сторону. Потому что они появляются только на левой. И чтобы они не мешали, пока мы разбираемся со скорпионами. Перешел. На правой стороне. С ними сражаться. И так, этот двор. Здесь же несколько безголовых. Ничего не предвещает, как говорится. Днем. Появляется. Криптилоид. И волна комиказа. Которые можно очень легко захлебнуться. Поэтому надо. Половой приключить стандарбовик. И правильно перемещаться. Стали убивать криптилоиду. Заберем здесь ресурсы, которые нам могут понадобиться. И так, следующая площадь. Опа. Далее. Опять же, арта безголовых. Балбесов. Немного даров. И зумбул появится в какой-то момент. Вот. Ноже идет. И подойдет поближе. Опа. Вот. Вот. И потролけて. Опа. так же на далие есть у выхода ребята которые не обращают нас внимания так прежде чем мы зайдем эту пирамиду поднимемся и обойдем ее потому что здесь до чего катаешься в надежде что мы их не найдем но нет серьезная кара их всегда на стене далее внутри на и новое оружие густмог здесь будет засада в ней нам поможет наш верный далее здесь есть секрет вот эта вот плита выделяется немножко и мы по ней стреляем и прыгаем под этим отверстием чтобы получить ракетницу но дополнительных ракет тут нет поэтому мы будем ее беречь для особых случаях но тем не менее на улице нас уже ждут крида за стволкой с ними справиться будет гораздо проще их не так много но тем не менее я хочу взять под брони и да я задел триггер появляется рептилоид и куча бездумовых ребят так же камиказы прибывают после смерти рептилоидов по моему они не всегда спешат их приходится ждать насколько я знаю можно просто пойти к выходу и оставить нескольких дальше спаунится поэтому мы немножко подождем не чуть-чуть отправимся пока к выходу но я думаю они все появились да да всем надеюсь я считал что в сервисе мхд таким избавились от такой проблемы как битые спауны но это также становится к сожалению тем не менее а в этом дворе скелеты как видите спауниваются только на правой стороне и я решил в этот раз избрать их сторону просто потому что иначе они будут абсолютно без всякого смысла бегать повсюду их долго и нудно высыплять потому что они зачастую просто ну ускорился у вас снарядом и бегут дальше куда-то и приходится обращать их внимание на себя это долго и пучновато конечно получал немного но ничего страшного ну вот вы можете видеть за остальными что они стоят где-то тут бесцельно носятся конкретно здесь их искусственный интеллект работает очень странно а Тихо, иди кеды. Так, это всё должно быть. Бои могут здесь показаться немножко скучными, особенно в первой половине карты, точнее они и дальше не особо то интересными становятся, но эта карта мне чем-то нравится. У меня есть атмосфера какая-то, да и в ней просто гулять приятно. Не знаю, может быть это я, а может быть ну. Мне нравится как она устроена. Такая медитативная. Просто гуляешь, смотришь на красивости. Убиваешь редких врагов. Есть о том что-то такое, какой-то заново там присутствует на мой взгляд. Ну или я просто странный. Так. Так. Эти дворики тоже веселые. Прежде чем зайти в здание мы сначала зайдем вот сюда. там. Здесь это опциональные зоны две. Здесь на первый взгляд ничего не предвещает. Красиво так как. Так. Посмотрите. Красиво все таки. Так вот. Здесь вроде как ничего не предвещает, но когда мы возьмем вот эту броню. Появится примерно миллиард зинааров. Которых вроде бы не проблем пили спокойно. Но из того вот выхода в какой-то момент побегут несколько камиказов. И если они вклиниться в эту холпу гнааров, будет сложный гуцпик. Поэтому мы следим за этим выходом. Вот он уже появился. Отстреливаем его быстро. И вернемся к распилу. Еще один. Разнообразием. Ага. Я слышал там гнааров. Они видимо упали в двор. Человек у нас не обращает внимание. Никого там больше нет? Ну ладно. Кто-то появился по-моему. Там еще что ли? Я слышал звук телепорта. Ну ладно. Ну и ладно. Здесь как видите раскиданные таблетки вот так по кругу. И некоторые из них исполняют родов. Поэтому мы уберем таблетку. Ждем явить ли она нам противников. Отстреливаем их. И берем следующее. Ага. ликадзе еще иногда прибегают здесь ты куда пошел или это вот этот вот эти звуки в том здании монстр в том знание точнее далее вроде бы что должно быть и запасно вроде никого и все а нет появление врагов тут по довольно странным сценариям происходит и ведут они себя странно опять же если не заморачиваться за количество убийств вы определенно не должны заморачиваться от количества убийств если вы играете всерьез самое серьезно кто заморачивается убийствами это не круто в общем нужно играть с удовольствием учитывая что в сейме спаун или такая беда то тем более нужно забить и не париться здесь кто-то не застрел случайно ну ну далее мы заходим в это строение убиваем тот ребят так ладно этого потом займешь заходим сначала вот сюда вот вот в сексе с бассейном где аут вот он это что было сейчас не сейчас такой увидишь наверху там фаеркракеры с той стороны тоже должен быть я вот чуть не вижу эй эээ ну ладно здесь в этом бассейне есть секрет это здоровье и так же можно обнаружить маленький рычажочек который во фьюжн подсвечивается этот рычажок добавляет полотвома оттуда чтобы мы могли добраться до брони поднимаемся на второй этаж поднимаемся на второй этаж так так броня так посмотрите ребят убьем и пойдем за броню она не считается как секрет но ее приятно иметь то есть в принципе если отлично так вот в принципе если броня вам не нужна то можно у нее забить и идти дальше но ее приятно иметь особенно когда играешь без сохранения одним элементом но вы в курсе лишний шанс на выживание все шау в этом случае не повредит прыгать лучше отсюда да и обратно по моему отсюда не запрыгнет особенно если нажимать прыжок настолько поздно что они сработают ну да ладно лишнее так у нас все 5 секретов есть прекрасно хотя бы что-то здесь на сто процентов выполнимо что ж такое желудочий-то так здесь пока ничего кроме этой одинокой коробки патронами нам нужно идти вот сюда а здесь лежит ключ также сейчас за нами придут и не только он только мы возьмем ключ что-то побегут гнара и камиказа лучше сейчас убить но ничего сложного итак можно в принципе спрыгнуть было там но я предпочитаю спускаться здесь потому что каждый раз надеюсь что здесь засполнятся недостающие монстры чего конечно же не происходит но мы на всякий случай проверим мало ли вдруг в один прекрасный момент эта карта решит выкинуть что-то новенькое но тем не менее в этом дворике лежит два стволка если мы пропустили и после взятия ключа появляется вот пара зумбов вдруг мы подождем в этом дверном проходит так ой это было промечено ну да ладно остается чистым отлично выстрел громимо ой я перестаю осторожничать тут особо-то и осторожничать не надо ну как не надо здесь не сложно но если лишний раз зазеваться то грести можно на самом-то деле ну чтобы пройти вон туда нам нужно еще и в эту зону прийти так вот здесь кстати странная аномалия с щитками они как будто указывают на секрет но здесь нет секретов ну это опять же уровень из альфы это нормально итак здесь мы будем вести себя осторожнее потому что в зале находится красный скрипион он нас может очень быстро изрешетить еще раз зумбул там гуляет насколько я помню парочка или один да вот эскорпион сейчас он подойдет сюда и мы по нему постреляем ребята тоже подоспели лично скрипион готов и здоровья тоже здесь остались несколько безголовых мы их всех убьем прежде чем возьмем новое оружие это 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 что что это это как это где это это Зачистим эти комнатки тоже. Привесы вернуться за птишками. Чтобы эти ребята нам сюрприз не устроили. Ну и наконец-то уберем Томмиган. И появляются, разумеется, еще противники. Далее убьем скелетов. Как они самые раздражающие. Займемся остальными ребятами. А вроде все, да? Я музыку сейчас слушал. Возможно на улице кто-то. О, свет. О, свет. Окей. Не было, из двух сторон бегут. И да, если кто помнит Карнак. С этим бассейном, то вокруг которого надо было обходить слева и справа, чтобы всех заспалнить. А здесь такая же ситуация. Это то, что всегда безумно раздражало в ССМе и в логике карт. Как будто некоторые любительские карты тоже следуют этой традиции. То есть если два параллельных прохода, например, то нужно пройти по каждому, чтобы заспаунить всех ордов. Это странно. Раздражает. Ну, тот же Брайт Айланд. Тот уровень с болотами и гигантскими деревьями, тому пример. Ведь можно здесь сделать один гигантский триггер, который охватывал Блобби. Я заговариваюсь и опять теряю Осторожность. Так вот. Можно же сделать один гигантский триггер, который будет охватывать обе эти дороги. Проходить через весь этот двор и Спаунить врагов относительно позиции игрока или кто-то. Если постараться, то можно сделать. Наверное. Я не углублялся, конечно. В детали работы этого всего, но Опять же, Сириусан никогда не подразумевал то, что вы будете убивать вообще всех. На мой взгляд. Особенно учитывая то, что здесь изначально такая система присутствовала. С самого первого уровня. Харшепс, например. По разным дорожкам надо было зайти в одни и те же залы, чтобы появились новые. Ребята. Так что никогда не парьтесь за все убийства в Сириусан. От них круто. А если у вас нет личной жизни и никаких других дел и никаких других игр, то, конечно, пожалуйста. Вот этот дворик, в который мы сейчас зашли, мне чем-то напоминает один из уровней Сириусан 3. И в виде тоже была такая прямая дорога по бокам гробницы, в которые надо зайти и там разные предметы лежат. О чем-то похожем. И напомню, что турни из Альфы и для Сириусан 3, возможно, они тоже что-то подчеркнули из своих старых наработок. Мы вводим в каждую, возьмем там предметы, потому что они тоже могут спаунить врагов. Говоря о себе, я честно старался получить максимум убийств. Даже не максимум, а все. Я очень много часов потратил, чтобы записать ролик, в котором будет все убийство. Но каждый раз были разные цифры, и я просто в последний момент сказал, что хватит, надо ролик выкладывать уже. Чтобы он не висел надо мной камнем. Итак, здесь за всеми строениями тоже есть враги. Про них не забываем. Против зумбулов, кстати, неплохо работает автомат. За ними не мучшего. И неспешно начинают появляться скамиказы, поэтому мы их будем всех ждать. Интересно, могут ли они там остаться, не видя нас, потому что они там достаточно далеко появляются, и мы можем оказаться в них в поле зрения. Я смогу и там. Кто-то смогу оттуда запрыгнуть. Посмотреть. Руки джамки делать, что-то не хочется. Я не могу с нее прыгать. Ай, ладно. Входим мы. Входим мы там никого. В конце концов, главная цель этих видео просто показать все секреты, показать само прохождение на высоком уровне сложности. Без смертей, без сохранений, без загрузок, без того всего. О, как оно прилетело. И сзади опять же будут неспешно появляться скамиказы. Мне иногда кажется, что тут никого не осталось, но они, тем не менее, есть. Ну, точнее, могут быть. Ну, кажется, все. Восполним боезапасы. В этом дворе уже появляются зумбулы. Ну, и вот. Здесь опять же ждет. Не то, что-то долгий, но... Достаточно изнурительный бой. Потому что в основном противников приходится ждать. Опять же, спалмы, и вот это вот все. И опять же, мы с обеих сторон тут все обойдем. Потому что я не уверен, как здесь спалмы работают. То ли на таймере скелеты появляются. То ли еще как-то. Они иногда обходят. Сзади, как сейчас, например. Иногда нет. Кошмар. По совместерству. Давайте. Дальше. Спасибо. Ну, и вот. Это не только. 的时候 무서운 назад пинесар. И вот так, пинесар. Принесар. Кошмар. Миши появляются и появляются Я не очень люблю вот это сражение Потому что оно несложно, оно не представляет, не предоставляет вызова от челленджа Ну просто нудное Попробуем проверяться дальше Ну разумеется Обойдем с шестой стороны Не знаете почему? Ну красиво же За эти виды все прощаю Этой карте и этой игре В частности Так Не то чтобы много патронов Может быть оставил где-то здесь их Где? Где враг? А Да ладно Патронов я судя по всему не оставил Ну если бы я не зашел проверить Мы бы пропустили одного чувака Потребляюще Ну ладно Вроде бы никого больше здесь не забыли Немножко подождем Потому что появляющиеся клиры любят бегать по кругу здесь Немножко подожду чтобы они появились Если они есть тут конечно Попробуем их встретить Буквально несколько мгновений И если мы их не обнаружим То Увидимся дальше Думаю их нет Однако Здесь зумбл Зумбл И Буквально Зумбл Зумбл В этот момент довольно интересный Хотя У нас есть Томиган И Делают его Довольно простым Но Тем не менее Дет �ем И Зумбл Зумбл Цем Заходим в Последний двор На этом уровне Здесь также будет не то чтобы интересный бой А В конце будет несколько бытов только лишь Так получилось, что я, по-моему, одну только ракету потратил, но я за них все, так что проблем быть не должно. Чтобы в дремя-дремени появляются разные ребята. И тут преступно мало скелетов по какой-то причине. К ним бы здесь было скелетов побольше, чтобы было бы веселее, конечно же, но плавно. С другой стороны, все это дополнение, оно не про то. Тут такие умеренные бои. Но визуал мне очень нравится. Мне правда очень нравится, как выглядит этот уровень. И несмотря на то, что я от него смертельно устал, а вот и в Эгип, кстати. Несмотря на то, что я смертельно от него устал, я продолжаю наслаждаться этими строениями. Текстурами египетскими. Мне всегда нравилась египетская тематика. И я прям кайфую здесь, если честно. Но я устал опять, потому что я боюсь вспоминать, сколько раз я его проходил. Под запись. Разговаривая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А, это должна быть фраза, насколько я помню. Ау. Не все быки появились. Ну вот что это за задержка была. Я их слишком быстро убил. Теперь должно быть все. Я даже не буду перед концом уровня смотреть на счетчик, потому что это не имеет смысла. Так как вернуться нам все равно не дадут по какой-то причине. Это же странное дизайнерское решение в играх Сириоса. Никому же не повредишь там. Оу. Ну так мало я еще никогда не умирал. Интересно. 30 врагов уйденем. Вполне допускаю, что я забыл подобрать какой-то предмет небольшой, незначительный, и он не заспаунил нескольких там ребят, нескольких опять же безголовых каких-то вот именно вот этот момент, вот как есть. В крайней мере, боящиеся теми же самыми именно всю «важность» в кавычках этого уровня. Весь геймплей был много показан, все секреты также. Поэтому я считаю, что для этого уровня я свою задачу выполнил. Пускай даже и не получил всех убийств. И сейчас кое-что покажу. Ну, не только я этого не сделал, я потому что смотрел таблица лидеров для сериуса МHD. Я, наверное, покажу тогда вот свой рекорд. Скажем так, где это. Вот. Для этого уровня. Вот такая вот. Вот такая вот цифра. И я даже видел сериуса МHD у таблицы лидеров кого-то было 879. Это максимум, который я видел. В основном, если мы вот зайдем сюда, заберем полностью, этот уровень Холли Спирец и возьмем самое высшее от болта. Самое высшее место. Здесь не так много убийств. На Сириус. Там, вся 9 сохраняй. Забавно. Так же на Сириус. Ну вот. Ну вот, вы видите. Я довольно долго, я не всех, разумеется, смотрел, но довольно долго просматривал в надежде найти результат со всеми убийствами, но так и не увидел никого. Возможно, есть какой-то вариант, какая-то стратегия, но я даже не искал. Я, честно говоря, не говорил в редакторе, потому что нормальный игрок не должен этим заниматься. Ну и подводя итоги, опять же, по уровню. Звездок тема не хватает. Но именно, визуально он крайне приятен. По крайней мере, мне. И ты запускаю этот уровень, да, по тысячный раз. Гуляю по этим деревнеегипетским овощкам, лениво отстреливаю монстров, и все прекрасно. Опять же, когда играю казуально, а не с целью набрать максимум, а именно цель набрать максимум убийств или все, это начинает раздражать потихоньку. Но, тем не менее, мне нравится этот уровень. Следующим, по-моему, проблем с убийствами, насколько я помню, нету. Ну, посмотрим. Тем не менее, спасибо вам большое за просмотр. Здесь кто-то жив остался. И всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok